МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спецназ, наверное, самая секретная служба любой сильной армии. В отличие от ракетной кувалды и танкового тарана, спецназ сравним со скальпелем для тонких операций в любой точке мира. Советский спецназ в годы Холодной войны считался на Западе самым зловещим символом советской военной угрозы. Невидимый, вездесущий и безжалостный. Это реноме подкреплялось его эффективным использованием в локальных войнах от Африки до Афганистана. Лишь немногие подразделения других стран могли сравниться со спецназом Главного разведывательного управления Генштаба по уровню подготовки и сложности выполнения задач. Но судьба спецназа никогда не была простой и ясной именно из-за огромных и пугающих возможностей. Ему часто приходилось доказывать руководству страны и армии не только свою полезность, но и лояльность. История отечественного армейского спецназа началась во время нашествия на Россию армии Наполеона. В 1812 году гусарский подполковник Денис Давыдов и его последователи организовали в тылу у французской армии летучие партизанские отряды. Они действовали исключительно успешно. Отряды парализовали линии снабжения французов и превратили отступление армии Наполеона в бегство. После войны именно Давыдов стал первым не только в России, но и во всем мире теоретиком партизанских и специальных операций в тылу противника. Его первая книга «Евангелие для всех спецназов» вышла в 1822 году. Труды Давыдова продолжил ряд исследователей. Уже во время Первой мировой войны в русской армии было сформировано несколько десятков военных партизанских отрядов, которые действовали весьма эффективно. Основу таких частей составляли, как правило, казаки. Вот уникальный документ – наставление русской армии 1894 года по проведению диверсий. Казаки рубят шашками линии связи. Там же диверсанты взрывают железнодорожный мост. В царской армии, в отличие от иностранных соперников, по теории спецназа велась системная работа. В области специальных действий, спецопераций, ее возглавлял Владислав Наполеонович Климбовский, бывший главком армии Северного фронта. Этот человек хорошо понимал, у него было в свое время издан в 1894 году капитальные исследования, партизанские действия. И вот он, когда вошел в состав уже научного комитета при Рево-Воинсовете Республики, вот он тогда, его увидел тогда Михаил Васильевич Фрунзе, оценил возможности партизанской войны, и фактически Фрунзе стал первым и последним, к сожалению, советским военачальником, который оценил значение партизанских действий, специальных действий, говоря, армии. Гражданская война в России по своей сути была полупартизанской. Огромное количество независимых отрядов, банд и диверсионных групп буквально наводнили театр военных действий. Очень редко, когда белые или красные знали, где у них фронт, где тыл, а где фланги. Важность ведения специальных операций в тылу противника понял и сам вождь пролетарской революции Владимир Ленин. Еще в марте 1918 года он как-то вызвал к себе будущего первого начальника разведуправления генштаба Красной Армии Семена Оралова. Он, придя на доклад к Ленину, доложил, а Ленин вдруг спрашивает, а скажите, пожалуйста, батенька, а где вы поселили особый разведный отдел? Оралов сказал, что он в ту пору был начальником оперативного отдела штаба Красной Армии. Он сказал, что ну, вот этот разведный отдел как раз-таки находится при нашем оперроде. Ленин сказал, что батенька, вы допустили большую ошибку. Его надо поселить в другое здание и отодвинуть. Не каждому сотруднику оперативного отдела надо знать, где сидят разведчики. Оралов учел замечания старого конспиратора и приступил к организации действий диверсантов и партизан. Но на первых порах преуспеть в этом деле ему было не суждено. На фронтах Гражданской такой работой пытались заниматься все, кому не лень, часто и не думая ставить в известность Москву. И тем не менее, работа по линии А, активной разведки, а, говоря прямо, диверсионных действий, привела к первому системному успеху в конце 1919 года. На Западном фронте по инициативе члена Реввоенсовета Республики Иосифа Уншлихта для разведывательно-диверсионной работы в тылу польской армии создается нелегальная военная организация НВО. Ее деятельность активизировали в 1920-м после поражения в войне с Польшей. Полякам отошли большие территории Украины и Белоруссии, и у них, в принципе, появилась возможность создания полунезависимых украинского и белорусского государства. Допустить реализацию такого сценария большевики не могли. В Кремле вполне обоснованно рассматривали мирные соглашения с Польшей как несправедливые по отношению к Советскому Союзу, где и проводилась активная разведка. Активная разведка в этой ситуации это было создание своеобразного предполья. Это была деятельность на территории, которые вот только недавно были отторгнуты от государства и оккупированы противником. Это была партизанская война в общем-то в чистом виде. Хотя немножечко неконвенционно, поскольку мирный договор был все-таки подписан. Это было его безусловным нарушением. С другой стороны поляки ведь действовали точно так же. И отряды Булак-Балаховича, которые с польской стороны вторгались на советскую территорию и производили и убийства и разрушения, они также действовали уже после подписания мирного договора. Польские диверсанты предпочитали переодеваться в советскую форму и выдавать себя за части Красной Армии. Они рассчитывали на эффект внезапности, пользуясь тем, что боеспособных красноармейских частей на границе было не так много. Поляки придерживались набеговой тактики и не стремились надолго задержаться на чужой территории. Советские и просоветские диверсанты на территории Польши предпочитали работу на постоянной основе и использовали базы и схроны в белорусских и украинских лесах и болотах. Естественно, использовался национальный фактор. Прежде всего, партизаны были белорусы, недовольные польской, так сказать, оккупацией, украинцы, ну и, конечно, немаловажную роль играли евреи, которые в Польше, так сказать, традиция антисемитизма, они там преследовались в этот период особенно, и они, естественно, в значительной своей массе, если не поголовно, поддерживали большевиков. Хотя были и противоположные примеры, но это явное было меньшинство. И я думаю, что все-таки вот в этой работе, вот то, что делал Уншлихт, там было сделано максимально возможное. И вот его нелегальная военная организация, она прекрасно себя зарекомендовала. Несмотря на весь размах деятельности НВО, о ее работе знало считанное число людей. Причем даже командующий Западным фронтом Михаил Тухачевский в это число не входил. Диверсионные отряды Ваупшасова, Рабцевича, Коржа, Орловского буквально терроризировали польские власти. Все это было хорошо организовано. То есть это были командиры Красной Армии, они получали инструкции, к ним периодически приходили какие-то средства, о средствах они не нуждались, они потому что находились на самоснабжении. Они грабили поезда, поместья, банки, вплоть до захвата мелких городишек у них происходило. Проводили показательные акции. Ну, известно там одного из воевод, ну, губернаторов по-нашему, который особо лютовал в отношении белорусского населения, остановили поезд, где он ехал. Офицеры польские, люди, как известно, исключительно героические, как мы знаем из книг Сенкевича, значит, они, значит, быстренько сдались, разбежались, этого, значит, воеводу вытащили, публично выпороли и отпустили. Значит, то есть они так достаточно понимали в то время роль пиара, то есть они не только совершали там нападения на поместье, они вот такие крупные резонансные акции совершали. С 1920 по 1924 годы диверсанты НВО совершили более 100 крупных акций, которые нанесли полякам заметный урон. Местные власти почти не контролировали ситуацию в Западной Белоруссии и на Западной Украине. Долго терпеть такое положение поляки не стали и создали крупные хорошо вооруженные карательные части, с которыми просоветским партизанам пришлось вести настоящие бои. Так в 1925 году один такой бой диверсантов с польскими карателями завершился для всей нелегальной военной организации фатально. Все дело в том, что пограничники также не знали о существовании этой организации, наши пограничники пограничники. И вот в 1925 году в местечке Ямполь сотрудники этой организации то есть партизаны которые ступили в бой с полицейскими поляками поляки выдавливали их на нашу территорию и они отступая поскольку они были в польской форме разгромили свою же партизанскую засталу. Вы представляете какое-то было сложное положение значит известие об этом ушло в Москву. Представьте не знаю с чем как это воспринимается польские военнослужащие польской форме разгромили советскую пограничную заставу. То есть два государства стояли на грани войны. В Москве дело дошло до политбюро ЦК. Было решено создать специальную комиссию под председательством Валерьяна Куйбышева. Из доклада комиссии советское руководство узнало, что некая нелегальная военная организация о которой само руководство почти ничего не знало своими действиями довело польское правительство почти до бешенства. Само по себе это было неплохо но полномасштабную войну с Польшей советское государство позволить себе в тот момент не могло. Армия находилась на практически под ножном корму и армия несмотря на то что она была относительно значительно вынуждена была размазывать свои усилия по огромной границе Советского Союза. В этой ситуации польские войска которые были гораздо более хорошо отмобилизованы подготовлены и которые как вполне обоснованно считали в Кремле могли получить поддержку со стороны западных стран Англии и Франции как это было во время советско-польской войны 21-го года могли одержать победу. Комиссия Куйбышева постановила немедленно прекратить диверсионные действия на польской территории и расформировать нелегальную военную организацию. Однако ценный опыт полученный первыми советскими военными диверсантами не пропал. Военная разведка создала несколько школ в разных регионах страны, где проходили обучения новые диверсанты и разведчики. Почему создавались целые группы и отряды, которые заранее тренировались, заранее сплачивались и потом рассосредотачивались и наслаждались при фронтовой полосе? Это делалось, кстати говоря, и на Украине, и в Белоруссии, и в Ленинградской области. Почему это делалось? В 1927 году случилась очень важная для Кремля, для Советского Союза вещь. Так называемая военная тревога 1927 года, когда огромные проблемы в международных отношениях с Польшей, с Англией привели к тому, что в Кремле стали думать о том, что война начнется вот-вот, и что Советский Союз к этой войне абсолютно не готов. Это стало отправной точкой для создания своеобразной подпорки Красной Армии, партизанских и диверсионных формирований. В приграничной с Польшей и Румынией полосе создавались тайники и схроны с оружием, продовольствием и медикаментами. Делалось это и на чужой территории. Те школы, которые чекисты и военные создавали, это школы были среди наших граждан, граждан СССР, и они действовали только на нашей территории. Их не направили за границу, но им указывали, что делать в случае войны. Они не должны были оставаться в своих населенных пунктах и ждать прихода оккупантов. Они должны были в случае войны пересечь границу группами по 6-7 человек и им заранее были подобраны на этой территории так называемые опорные точки, где они должны были дислоцироваться, завязать какие-то контакты и провести намеченные акции. Ну, какие намеченные акции? Значит, взрывы мостов, железных дорог, повреждения линий связи, диверсии на мобилизационных, очень важно было сорвать мобилизацию, значит, ну и так далее. То есть, то, что обычно должны делать спецназовцы. Для своих спецназовцев в разведуправлении Красной Армии была создана особая, ни на что не похожая система рукопашного боя. Начинать пришлось почти с нуля, так как до революции в армии имелись, конечно, мастера сабельного или штыкового боя, или люди, хорошо владеющие ножом. Но цельной системы не было. После революции военной разведке был издан приказ, если не ошибаюсь, в 1924 году о том, что необходимо создавать систему подготовки нелегальных сотрудников. и после этого начала создаваться вот данная система. Значит, я рассказываю это все со слов моего тренера. Источники это были национальные системы народов России. Они в то время были достаточно серьезными, потом они выродились. Значит, включая и китайцев, японцев и корейцев, которых довольно много было на Дальнем Востоке, практику уголовной среды, спорт, естественно, бокс, на тот момент был английский и французский бокс, как отдельная система, борьба, ну, а также прорабатывались средневековые учебники европейские по рукопашному бою. И сейчас, когда вот недавно мне подарили подборку таких копий этих учебников, я просто вижу параллели, как было оттуда, вот я сейчас, может быть, немножко вам покажу из этого. Все это должно быть просто, эффективно и доступно для малоподготовленного человека. Ну, он простой, простой вещь, я беру его за пальцы. Все просто. Еще момент такой, вот этого не было раньше нигде, вот этого приема нигде раньше не было, я аналогов не встречал. Еще один момент, ну, нет никаких, есть у нас удары передней частью кулака, но они, в общем, достаточно известны. У сотрудников военной разведки удары в основном шли основанием ладони. Почему? Во-первых, не оставляет следа на кисти, во-вторых, практически нет опасности травмировать свою руку при ударе, что очень часто бывает при ударе передней части кулака. Ну, например, если идет удар в голову, то не обязательно бить передней части кулака, а можно работать так, так, так. можно делать броски, там, отрывая человека от земли, сними, пожалуйста, шлем на секунду. Можно делать броски, отрывая человека от земли, но это тяжело, тяжелого человека так не брось. Можно бросать очень просто. бить в солнечное сплетение, можно бить в солнечное сплетение, а можно бить в пах. И если это дело, удар совместить с такими ударами, а потом с таким броском и добить его, на этом схватка кончается буквально в несколько секунд. это практически не ассоциируется с известными движениями и с с движениями из известных в то время систем спортивных. Ну и сейчас тоже мало с чем, мало с чем ассоциируется. Но тем не менее это очень эффективно, просто, быстро и не требует такой уж особой специальной физической подготовки. Система создавалась где-то в течение 10 лет примерно. создавалась очень жестким способом. Все проверялось на людях, на тех, на тех, кто приговорен к высшей мере наказания, или как тогда говорили высшие меры социальной защиты. Ну и то есть в основном уголовники. Это низовая агентура вражеских разведок. Разведуправление Генштаба Красной Армии не забывало и о восточном направлении. В Китае в 20-х и начале 30-х годов работало множество разведчиков и диверсантов. Как по линии главного разведывательного управления, так и ОГПУ, а также Коминтерна. Обстановка была крайне запутанной, но советская сторона всеми силами пыталась поддержать хороших с ее точки зрения китайцев против плохих. В частности одним из руководителей специальной разведки на Дальнем Востоке являлся будущий прославленный маршал Чуйков. Мало кто знает, что он очень значительный период в своей жизни в армии провел военной разведке. Вот тот персонаж, которого изображает Василий Лановой, его, кстати, тезка в фильме «Офицеры», это, скорее всего, и есть будущий маршал Чуйков. Также будущий прославленный танкист маршал Рыбалка. Вместе с другими офицерами по линии групп был направлен в Синьцзянь, где он там, значит, под видом китайца, не знаю, имя его китайское лучше не говорить, оно неприлично звучит для русского слуха, он там достаточно длинное, длительное время, несколько лет провел как разведчик. критерии критерии отбора диверсанты и партизаны были в разведуправлении очень жесткими. Экзамены зачастую сдавались не в учебных классах, а в самых необычных местах. Активные мероприятия в конце 20-х, начале 30-х годов проводились в качестве учебных целей, преимущественно в учебных целях, и на территории сопредельных государств. Например, в Румынии известен по крайней мере один случай, когда советские диверсанты в рамках учения пустили под откос румынский товарник. И я думаю, что это был не единичный случай, хотя, конечно, эти случаи и не были очень частыми, но не единичными. Разумеется, проводились учения и на собственной территории. Так, в 1932 году в Ленинградской области состоялись крупные совместные учения Красной Армии, войск ОГПУ и партизан-диверсантов разведуправления Красной Армии. К началу 1935 года удалось подготовить несколько тысяч боеспособных диверсантов-партизан. Как раз к этому времени в руководстве Красной Армии возобладала линия наркома обороны Климента Ворошилова. Советская военная доктрина изменилась. В двух словах она звучала так «бить противника малыми силами и на чужой территории». И на первый взгляд в ней была своя логика. К 1935 году Красная Армия выросла количественно и существенно повысила свою оснащенность и боеготовность. Она была насыщена новой техникой и, по мнению Ворошилова и его сторонников, уже не нуждалась в подпорках в виде сильных диверсионных и партизанских формирований. Немногочисленные диверсанты должны были сосредоточиться на закордонной работе. Подготовка диверсантов и партизан на уровне разведывательных отделов военных округов стала стремительно сворачиваться. Концепция была такова. Количество подготовленных людей по линии Д вполне достаточно. Теперь мы можем не готовить их дальше. Действительно, зачем нам перепроизводство диверсантов на нашей территории? Теперь мы можем ждать, когда начнется война. И вот если начнется война, то из уже подготовленных кадров на основе специальных структур, которые имелись и в разведупре, и в органах ГПУ, будут создаваться партизанские отряды. Они будут создаваться уже во время войны, а не до войны. Это будет такая немножечко импровизация. Но поскольку кадры есть, опыт есть, поскольку на формирование этих отрядов можно направлять комсомольцев-спортсменов, которые обладают уже определенной подготовкой, и подготовку это проводит ОСА Авиахим, то никаких особых проблем считали в Кремле не будет. Вся пагубность этой концепции станет очевидной через несколько лет. Но до катастрофы 1941-го было еще далеко, а война в Испании началась уже в 1936-м году. И в этой кампании советские диверсанты отличились выдающимся образом. Сам характер той войны, местность театра военных действий, подвижная линия фронта способствовали успеху специальных операций. Одним из руководителей группы советников по линии Д, так к тому времени называлось управление диверсионных операций, был Хаджи Умар Мамсуров, выдающийся специалист, будущий герой Советского Союза и заместитель начальника групп. Именно Мамсуров станет прототипом героя романа Эрнеста Хемингуэя, по ком звонит колокол. Испанцы знали его под псевдонимом майор Ксанти. Но дружба со знаменитым писателем вовсе не была основным занятием советского разведчика на той войне. И вот когда Патерхальцев представился, он был капитаном, майор Ксанти, он ему говорит, ну все, ребята, втроем они приехали, собирайтесь, завтра идете в тыл врага, партизанский отряд. Они замялись и говорят, знаете, нам в разведуправлении сказали, что никакого тыл врага, вы вот едете советниками, будете там советовать. Он, так сказать, покраснел, он все-таки кавказец, так сказать, был и говорит, да вы что, вот ты, говорит, на Патерхальцев, они потом всю жизнь дружили, ты когда-нибудь воевал? Тут, говорит, нет, не воевал. А чему же ты будешь учить испанцев? Они год уже воюют. И потом советские офицеры должны показать пример, а вы будете сидеть в ТЛУ, а ну-ка, марш туда в партизанские отряды. Хаджиумар Мамсуров явочным порядком отменил московские директивы. И все советские инструкторы-диверсанты принимали самое активное участие в боевых операциях. Старинов, Салнынь, Ваупшасов, Патрахальцев, Троянц, Прогис. Вот лишь некоторые имена советских специалистов, добившихся больших успехов на той войне. Поначалу командование республиканской армии относилось к советникам по диверсиям прохладно. Как их использовать никто не знал, а материальных ресурсов для начала боевой работы у испанцев у самих было не густо. Очень нужен был громкий успех, чтобы испанцы поверили в эффективность диверсионных действий. Его удалось добиться специалисту по минно-взрывному делу Илье Старинову. В феврале 37-го под Кордовой его группе удалось подорвать эшелон со штабом и летчиками итальянской авиационной дивизии. В результате республиканцы на длительный срок получили контроль над воздухом. Этот успех изменил все. Теперь советских инструкторов носили на руках и выделяли ресурсы по первому требованию. За короткий срок из горстки людей вырос целый корпус специального назначения численностью более 5000 человек. Наши инструкторы проводили занятия днем и ночью, закрепляя теорию на боевых заданиях. Больше всего учеников удалось подготовить Илье Старинову. Эти люди потом перешли на территорию Франции после поражения в войне и явились костяком французских партизанских отрядов в годы Второй мировой войны. Костяком движения сопротивления по сути партизанского. Не то, что там несколько человек, а тысячи из них активнейшим образом участвовали во главе французских, испанских и межнациональных партизанских отрядов в борьбе с фашизмом. Более того, наши специальные разведчики обучили в Испании не только испанцев, они там обучили и югославов, и поляков, и шведов, которые тоже в Швеции кое-что сделали в годы войны и так далее и тому подобное. Эти люди потом разоехались по своим странам и там в годы войны применили этот боевой опыт в борьбе против фашизма. Это колоссальная работа. Из испанской командировки специальные разведчики вернулись, как им показалось, в другую страну. Репрессии буквально выкашивали начальствующий состав Красной Армии. Не миновали они и военную разведку. В 1937 году были арестованы и впоследствии расстреляны начальник разведуправления и главный военный советник в Испании Ян Берзин и начальник диверсионного отдела Мира Сахновская. Но рядовым инструкторам и диверсантам повезло больше. Однако когда мы говорим о диверсионных формированиях, о специалистах диверсантах, которые работали по линии Д и в 20-е годы, и в 30-е годы, и в Испании, то мы должны подходить к анализу влияния репрессий на работу по линии Д очень предметно. Как говорил Илья Григорьевич Старинов, в нашем деле решает все ас, а не толпа. И специалистов по линии Д в Советском Союзе на самом деле было не так много. На самом деле, на мой взгляд, их было не более 150-200 человек, может быть, даже и меньше. Если мы посмотрим по кадровому составу, по тем, кто воевал в Испании, потом вернулся на родину и был или не был репрессирован, то мы увидим, что большинство специалистов, испанцев, испанских советников, они благополучно пережили чистку. Они могли быть уволены из органов, в том числе из органов внутренних дел. Они могли быть переведены на какие-то нижестоящие должности. Они могли пострадать, но, как правило, они выживали. Известную роль в спасении диверсантов сыграл, как ни странно, нарком обороны Климент Ворошилов. Известно, что он не дал арестовать Илью Старинова и Артура Спрогиса. Возможно, и в судьбах других диверсантов разведуправления первый красный маршал принял участие. Как бы там ни было, в конце 30-х годов работа по линии Д практически замерла. А потом случилась советско-финская война. Красная армия не снискала большой славы в той кампании. Она заняла гораздо больше времени, чем планировалось, да и потери оказались слишком большими. Но сотрудники разведуправления показали себя неплохо. Хаджиумар Мамсуров, ставший к тому времени начальником диверсионного отдела, лично собрал отряд из молодых спортсменов и провел успешный рейд по финским тылам. Но этот успех не изменил главного. Зимняя война показала всю пагубность импровизационного подхода в организации диверсионных отрядов. Убедить нового начальника разведуправления Голикова возобновить специальную подготовку людей на постоянной основе не удалось. Высшее военно-политическое руководство СССР потеряло всякий интерес к теме спецопераций. Это полностью подтвердило важнейшее совещание командования Красной Армии под руководством Сталина всего за полгода до нападения немцев на Советский Союз. Я изучал материалы совещания знаменитого 40-го года и специально посмотрел на как же отражался в этом знаменитом совещании декабрь 40-го и январь 41-го года как отражались вопросы подготовки к возможным действиям в тылу противника. Да никак. Даже в докладе Голикова начальника разведуправления тогда у него было три вопроса о работе в нос это воздушное наблюдение оповещения дорожно-командантскую службу еще что-то понимаете то есть вопросы вообще не рассматривались организации диверсионных действий на территории противника начальника разведателя управления ни у Жукова их не было ни у Павла ни у кого. Страшная война стояла буквально на пороге а в области специальных операций не делалось почти ничего переподготовка старых кадров не проводилась более того многие рядовые диверсанты в приграничных областях попали под каток репрессий 50 тысяч единиц разнообразного оружия было изъято с тайных заранее подготовленных складов и вся система выстроенная в общих чертах к 35-му году рухнула советские вооруженные силы или красная армия вступила в войну практически не имея четкой концепции ведения партизанских диверсионных действий полупротивники а немцы такую теорию создали да они создали в рамках теории Блицкрига безусловно но это не умаляет значение того что немцы первыми в мире создали специальная диверсионная часть это 800-й учебный полк Бранденбург он был поватальонно или поотрядно придан группам армии центр и вот документы что сейчас удалось найти им были расписаны задачи на первые часы и сутки войны так вот Великая Отечественная война началась не воздушными ударами как это принято считать по городам по аэродромам важным объектам Великая Отечественная она началась диверсионным ударом полка Бранденбург и других спецподразделений вермахта по узлам связи и коммуникациям Красной Армии что и лишило Красной Армии управления в первые часы войны Стой! Герр майор моя вергруппа готова к действию занимайте позиции в квадрате 14 и ждите радиосигнал сигнал мы задублируем пожарами на польской территории действуйте решительно и самоотверженно и чтоб не осталась ни одна линия связи коммунистов и комиссаров убивать сеять панику ложные слухи особенно на мостах и переправах Германия вас не забудет Хай Гитлер! Хай Гитлер! В этих условиях подготовка советских спецназовцев возобновилась но она приобрела срочный даже лихорадочный характер сотня инструкторов разведуправления буквально разрывалась между выполнением боевых заданий и подготовкой из вчерашних школьников хоть какого-то подобия диверсантов сотни молодых людей проходили сверх короткую всего по 5-7 дней подготовку для выполнения разовых задач в их числе была и Зоя Космодемьянская трагически погибшая под Москвой зимой 41-го одна из причин по которой Зоя была вычислена как сотрудница как военно-разведчица как диверсант то что ее нижнее белье было скажем так армейского образца задачи которые остались тогда были тоже не вполне грамотные был совершенно чудовищный приказ выгонять немца на мороз то есть поджигать деревни и другие помещения вдоль дорог понимаете это только в голове у Берии могло поместиться вот такое вот такое отношение к собственному народу полное непонимание вот это вот шарахание вот с партизанской деятельностью в годы войны оно имеет еще другие скажем так мягко головотяпские штучки цитирую поджигайте леса уходите в партизан я могу ответить я могу показать поджигайте леса директива ГК 85СС по-моему софтсекретная профессиональный подход в подготовке диверсантов и партизан возобладал только через год после начала войны Мамсуров и его подчиненные получили возможность готовить специалистов по всем правилам хотя тоже ускоренными темпами в тылу у немцев в массовом порядке стали появляться целые отряды специально обученных людей которые наносили немцам чувствительные удары именно диверсанты главного разведывательного управления ликвидировали гауляйтера Белоруссии Вильгельма фон Кубе в 43-м году Кубе чем отличался от остальных нацистских так сказать наместников что он пытался заигрывать с местным населением он пытался разжигать вот этот белорусский национализм натравливать белорусов на русских он пытался значит предоставлять им какие-то там льготы пытался имитировать то что отношение к белорусам не такое как к русским и так далее этим он был особенно опасен в этой политической технологии и была главная опасность исходящая от Кубы его попытки изменить мировоззрение белорусов советское руководство оставить без внимания не могло специалисты из НКВД и ГРУ одновременно поняли что надо найти агента в непосредственной близости Кубы в его особняке где он проводил почти все время и который охранялся как крепость надежда Троян из партизанского отряда НКВД попыталась завербовать Елену Мазаник горничную жены Кубы это почти удалось но в последний момент Мазаник отказалась сотрудничать позже выяснилось Мазаник боялась что Троян провокатор из гестапо вторую попытку осуществила уже резидент ГРУ в Минске Мария Осипова ее доводы убедили горничную и она согласилась убить своего хозяина Мазаник передали магнитную мину с часовым механизмом чтобы она заложила ее в матрас в постели гауляйтера горничная справилась с этой задачей и еще до взрыва спецназовцы вывезли ее вместе с семьей в безопасное место 22 сентября 43 года 3.15 утра Вильгельм фон Кубе взлетел на воздух этой операцией был очень доволен сам Сталин за годы войны занимаясь постоянной практической работой диверсанты ГРУ вновь стали эффективным боевым инструментом но после победы для спецназа снова наступил тяжелый период большинство разведывательно-диверсионных подразделений расформировали лишь к 51 году в генштабе советской армии решили создать 46 род специального назначения штатной численностью по 120 человек шаг был вынужденным его продиктовала растущая ядерная угроза со стороны блока НАТО и постепенное появление оперативно-тактических ракет расчеты показали что самым эффективным способом уничтожения такого оружия может быть не авианалет а внезапная операция спецназа вот упражнение по стрельбе из автомата группы спецназ при поражении цели типа першинг с головной частью достаточно было одного прострела головной части или три попадания в корпус ракеты и цель считалась пораженной можно себе представить стоит там першинг сержант там или ланц да три попадания в корпус и многомиллионная если так не сотни миллионная ракета практически вводится из строя министр обороны советского союза маршал Георгий Жуков решил пойти еще дальше и в 1957 году начал создавать целый корпус спецназа этот факт настолько напугал первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева что он незамедлительно сместил Жукова со всех постов на заседании президиума ЦК в октябре 1957 года он публично поблагодарил генерала Мамсурова за то что тот якобы открыл глаза партийному руководству на заговор который готовил Жуков при помощи верных ему спецназовцев и дело в том что значит это доподлинно известно потому что мне рассказывали люди которым повествовал это дело Мамсуров Мамсуров очень хорошо дружил со своим другом тоже диверсантом Гаем Томаняна а у Томаняна они были родственниками по женам с Микоян Анастасом Ивановичем Микояном однажды на даче Анастас Иванович Микоян узнал что готовится такое подразделение он сказал а скажи мне Хаджи если выбросить это подразделение на Кремль оно в общем-то сможет Кремль взять Хаджи сказал ну конечно какие тут проблемы не знаю что Анастас Иванович проолчал не знаю говорил ли он об этом Никите Сергеевичу Хрущеву но когда значит снимали с должности Жукова ну Никита Сергеевич Хрущев сказал что вот у нас есть настоящий коммунист Хаджи Мамсаров он пришел к нам центральный комитет доложил и сказал что значит у нас готовится вот такая организация готовится вот такой диверсионный отряд ну вроде как это готовили силы для государственного скажем так сказать переворота хотя конечно ничего этого не было это была чистая подстава со стороны Никиты Хрущева эта история лишь затормозила развитие спецназа ГРУ на годы и только позже отдельные роты свели в батальоны а затем в бригады такая структура сохранялась до конца советского времени на протяжении всей своей истории армейский спецназ множество раз подвергался и подвергается сокращением расширением оптимизациям структуры и прочим реформам не исключение и нынешнее время но пока спецназ остается последним доводом королей спецназ Субтитры создавал DimaTorzok